Валерий Курас, Совсем недавно Екатеринбургская епархия отметила свое 136-летие. На что бы вы хотели обратить внимание уральцев в эти дни и что пожелать? — Ну, прежде всего, 136 лет — это не такой большой срок. У нас есть епархии, которые имеют 1000 лет, 500 лет, 300 лет. 136 — это совсем немного в масштабе истории. А в масштабе человеческой коротенькой жизни это очень и очень продолжительный срок. И, конечно, Екатеринбург — это особое место. Урал — это особая земля, которая по-своему трагична. История которого по-своему трагична. Много чему свидетелем была эта земля. Но вот годы летят, перелистываются, как страницы книги. А церковь живет, несмотря на то, что какие силы были брошены здесь, на Урале, на то, чтобы имени Бога вообще не упоминалось. Сколько слез было пролито, сколько потов по сохранению, возрождению духовной жизни. И то, что сегодня мы с вами сидим, два священника, 50 лет назад об этом даже помыслить было нельзя. Сегодня мы имеем возможность общаться с людьми, имеем возможность совершать службу в храме. То, что сегодня мы имеем возможность вместе с людьми совершать какие-то крестные шествия, строить храмы и обсуждать то, что мы обсуждаем, — это чудо. И вот в перспективе 136 лет, вот что бы ни происходило в нашей жизни, либо какие-то взлеты, либо падения, мы должны понимать, что Господь на всем этом пути заботится о своей церкви. Он свою церковь создал, Он ее и искупил, и наполнил свою кровью, благодатью. И вот мы должны понимать, что мы в этой среде пребываем. Много лет, мало лет, но они вот в этом, в атмосфере божественной заботы о нас. Поэтому вот эта цифра, 136 лет, без относительно ее, какого-то математического выражения или исторических сроков, она дает четкую надежду, что мы, как сказал преподобный Серафим Вырецкий, что от меня это было, что все, что мы видим, что бы ни происходило. И эти 136 лет — это тоже дар Божий. Хотелось бы стать свидетелем и 137, и 159-летий, и далее, сколько нам Бог даст жизни. Но все это под покровом божественной силы Божьей милости. Редактор субтитров А.Семкин